Знаете, что это такое? Это скарлатина. Это инфекционное заболевание, вызванное гемолитическим стриптококком группы А. Что вам необходимо знать, дорогие друзья? Ведь данное заболевание чаще всего болеют наши дети. И многие путают это заболевание, например, с аллергией, или со стоматитом, или другими инфекционными заболеваниями. Три важных симптома при скарлатине, которые вам необходимо запомнить, сохранить. Конечно, как и при любых инфекционных заболеваниях, у ребенка будет лихорадка, интоксикация, недомогание, головная боль. Но кроме этого, три важных симптома. Первый симптом – это скарлатиновый язык, который вы сейчас видите на экране. Это показательный симптом скарлатины. На второй-четвертый день болезни язык больного ребенка становится выраженно зернистым, ярко-красного цвета. Его еще называют малиновый язык. Второй симптом – это ангина. То есть сама скарлатина не протекает без ангины. Обязательно будет ангина. Может даже протекать тяжелее, чем обычная ангина. Третий симптом – это скарлатиновая сыпь. Она мелкоточечная, розового цвета. При нажатии шпателем, например, эта сыпь становится ярче, то есть видно ее четче. Он выступает на первый-третий день заболевания и локализуется главным образом на боковых поверхностях туловища, на щеках, в паху, на сгибах. То есть это локтевые, плечевые, коленные, паховые сгибы. А также отличительным таким симптомом – это кожа носогубного треугольника становится бледной и свободной от сыпи. То есть щечки у нас будут в сыпи, а носик, носогубный треугольник будет бледным. После исчезновения сыпи возникает в этом месте шелушение. Чаще всего многие родители обращают внимание на то, что у детей на стопах и ладонях кожа прям слоится, отслаивается. Вот это один из симптомов именно скарлатины. Лечение, как правило, проводится дома. Стационарное лечение у таких пациентов необходимо только при осложнениях. В постельный режим, обычное симптоматическое лечение, назначается антибиотик. Потому что данное заболевание вызывает стрептококк группы А, гемолитический. Поэтому назначаются антибиотики, назначается витаминотерапия, витамины группы В, С. Обязательно наблюдение ребенка на участке. То есть если вы увидели три этих симптома у своего ребенка, значит незамедлительно вызываем врача на дом или скорую помощь. Если данная информация была полезна, сохрани ее и поделись со своими друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!